Если Ефремов говорит, он признает свою вину, что его машина присутствовала в ДТП, по вине данного автомобиля погиб человек, он себе ответственность не снимает, потому что он ничего не помнит. Вы еще учтите работу адвоката. После всего, никаким образом, вот все, что сейчас рассказывают в прямом эфире, это, вы знаете, каждый каким-то образом хочет привлечь к себе внимание. Я как адвокат заявляю, никаким образом мы не планируем, не собираемся затягивать. В следующей неделе, скорее всего, мы все заканчиваем. Да, я поняла, потому что вы очень заняты. У меня все-таки осталось несколько вопросов. Альман, пожалуйста, мне в самом деле хотелось бы уточнить, и это важно. Вы сейчас сформулировали мысль о том, что Ефремов был готов признать свою вину, но у вас есть доказательства. Доказательства чего у вас есть? Секунду, я не договорила. Доказательства того, что Ефремова в момент аварии не было в машине? Вы это планируете доказать? В момент его нахождения в машине, это не все еще. Он находился в машине, но есть определенные моменты, к сожалению, это не связано по техническому состоянию автомобиля. И не связано с экспертизой. Наверное, есть конкретные факты, поэтому я это заявляю. Наверное, Эльман, еще раз, что вы намереваетесь доказать? Мы видели кадры съемки до. Ефремов на своей машине приезжает в Улисс. Там выпивает, уезжает, движется дальше по Садовому кольцу, попадает в аварию, выходит из автомобиля. Снова Ефремов, снова пьяный. Что вы будете доказывать? Что до и после Ефремов был, а в момент не было? Просто как выглядит ваша линия защиты? Давайте мы... Он и до был, и после был, и в момент был. За рулем? ДТП. За рулем? К сожалению, я не могу сейчас раскрывать. Понятно. С уважением отношусь. За рулем Ефремов в момент... Вы знаете почему? Давайте я отвечу. Почему? Нет, 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 секунду. Сейчас ответите. Это имеет значение. В момент аварии Ефремов был за рулем? Я на этот вопрос отвечать не буду. Продолжение следует...